Седьмой сезон уникальный в истории сериала. В отличие от предыдущих сезонов, этот самый короткий. Всего семь эпизодов вместо десяти. Продюсеры сериала решили поднять бюджет каждой серии, из-за чего не смогли снять привычное нам количество эпизодов. Ну, первое, наверное, что удивило меня, этот сезон растянули всего на семь серий. Я ждал все десять, допустим, мне буквально сегодня сказали, что все, больше не будет. В этой серии в Королевской гавани прошли переговоры между двумя королевами, где обсуждалось временное перемирие ради объединения сил для борьбы с единственной настоящей угрозой. На встрече с Серсеей показали ходячего мертвеца, и он ее впечатлил. Еще больше он впечатлил Эурона Грейджоя, который тут же разыгрывает сцену предательства, мол, он так испугался белых ходоков, что забирает весь свой флот обратно на Железные острова, чтобы пережить зиму. На самом же деле Эурон отправляется в Эссо, чтобы привезти под знамена Ланнистров наемную армию золотых мечей. Серсея пообещала, что поддержит остальные дома в борьбе с Королем Ночи в обмен на иммунитеты от преследования после окончания зимы. Больше всех в эти слова поверил Джейми Ланнистр, который тут же собрал своих генералов и начал готовиться к отправке войск в Интерфелл. Серсея объясняет, что никакого перемирия не будет угрожать своему брату смертью, если тот поможет ее врагам. План Серсея – отвоевать захваченные земли, пока все силы ее врагов находятся на севере. В ответ на это Джейми предает свою сестру и отправляется в Интерфелл на помощь своим новым союзникам. Мне нравится в сериале именно процесс съемок, потому что это отличает, наверное, это сериал от других, потому что они делают акцент именно на кинематограф. То есть это не просто очередная жвачка, которую можно прожевать и выглянуть. Они всегда выбирают потрясающие локации. Неожиданно для фанатов сериала в Интерфелле прошел суд над Мизинцем. Его обвинили в отравлении десницы короля Джона Ааррена, с которого начались события книг и сериала, организацию покушения на Брана Старка и убийство Лизы Ааррен. Петер Бейлиш пытался оправдаться, но его последнюю речь оборвала Ария, перерезав ему горло. И последнее значимое событие в серии – разрушение стены королем ночи. Верхом на убитом драконе он растопил стену в районе замка Восточный Дозор. Белые ходоки впервые в истории сериала вступили на землю живых. Серия оставляет много вопросов, ответы на которые зрители получат лишь через полтора года, когда выйдет новый сезон телесериала.